Приветствую вас. Я думаю, что никакого универсального рецепта здесь нет, никакого универсального решения здесь нет. Я думаю, что ситуация связана с тем, что ребенок для вас имеет, знаете, чересчур какое-то значение, на мой взгляд, большое. То есть вот ребенок для вас это, ну, что-то, знаете, что-то важное. Ребенок для вас это что-то, о чем вы, как, ну, как вот вы пишете, да, потом будете жалеть. Хотя я, честно говоря, не очень понимаю, почему вы должны обязательно жалеть и в чем такая острая необходимость этого самого ребенка рожать. То есть почему вы считаете, что для вас это необходимо, почему вы считаете, что вам обязательно нужно рожать ребенка, если честно, для меня загадка. То есть здесь я вижу, лично я вижу здесь у вас какой-то затык на этом. То есть вы считаете, что ребенок это очень важно. Вы считаете, что вы должны родить ребенка, потому что у других есть, а вы как отшельники. То есть здесь уже идет такая, может быть, неудовлетворенность тем, что вы не похожи на других. Вот, то есть это идет конфликт между, собственно, вашей индивидуальностью, да, между вашей неповторимостью и тем, что от вас, например, ждут, допустим. Ну, ждут другие люди, к примеру, те же окружающие вас, те же, к примеру, друзья, может быть. Ну, вот, то есть это такая вот история, и я, если честно, думаю, что вам надо бы разобраться в том сначала, что для вас важно. Ну, вообще, что для вас важно, в глобальном смысле этого слова. То есть есть ли у вас, к примеру, смысл и чем вы занимаетесь? Ну, я имею ввиду, в жизни своей, чем вы занимаетесь. Вот. Почему у ребенка вы считаете, пора рожать? Это происходит действительно по желанию, когда люди чувствуют, что они созрели, когда люди чувствуют, что пора уже, когда люди чувствуют, что они пожили для себя, когда людям хочется передать свой опыт, передавать свой опыт. Но смысл жизни он не может, на мой взгляд, ограничиваться обязательно ребенком. Ну, вот. И вполне может быть, что именно у вас детей может и не быть. То есть, я не вижу в этом что-то, знаете, вот, такого обязательно плохого. Я не вижу никакой необходимости вам разжаться, если вы не хотите. Но, с другой стороны, я вижу проблему в том, что вы пытаетесь, по-видимому, быть похожей на тех, кто вас окружает. Ну, на окружающих вас людей. Вот. И вас тяготит, что вы не похожи на этих людей. Возможно. Правильное дело в этом. То есть, может быть, у вас в отношениях с вашим мужем нет какой-то для вас защищенности, стабильности до конца. Что могло бы обеспечить вам желание, потому что женщина хочет родить, когда она, ну, как правило, чувствует себя в безопасности. А у меня то ощущение, что вы себя чувствуете в безопасности, да? Потому что ваш муж, он такой, очевидно. Это достаточно свободолюбивый человек. В этом нет ничего плохого, безусловно. В этом нет и не может быть ничего плохого. Но, тем не менее, это то, что может вас как-то отдалять от человека. То, что может вас от него немножечко так отправить. То, что может вызывать неуверенность в нем. Вот. Ну, в целом. В целом. В целом. В целом. В целом. Это вот в целом то, как мне видится ваша ситуация. На мой взгляд, всю проблему является то, что вас бьют, когда ребенок плачет. То есть, вот я, конечно, опять же, не знаю, как это делать, да? Но, я думаю, что это не случайно, что вас бьют, когда плачет ребенок. Потому что, вполне вероятно, вы подавляете в себе какие-то, ну, детские стремления, детские желания. То есть, вы чересчур взрослые, может быть. Вот. Еще раз говорю, что я в этом не уверен. Я сейчас просто предполагаю. Вот. Но то, что вас бесит, когда ребенок плачет, и что вы его прям готовы убить. Это вот, конечно, я бы сказал то, на что, в первую очередь, саму нужно обратить ваше внимание. Потому что, это симптом, симптом проблемы. Это ваше раздражение, непереносимость таких, ну, таких проявлений детских. Это всегда определенный симптом. То есть, ваше нужно смотреть, почему вас раздражает, почему и что конкретно вас раздражает. Вот. Это нужно исследовать. Исследовать, почему, почему вас раздражает детский плач. Нас настолько раздражает, что вы прям, как вы говорите, убили бы, убили бы прям ребенка. То есть, я понимаю, что вы, конечно, боли бы не причините, но, тем не менее. Вот. Исследовать, а мой взгляд, интересно вам то, что вы выделяете девочек. Вот. То есть, ну, это тоже достаточно важная история, почему вы выделяете девочек именно. Вот. То есть, чем они вам симпатичны. Вот. Такая вот история. Значит, на самом деле, действительно, ребенка вам лучше рожать, если вам захочется. На самом деле, действительно, ребенка рожать лучше, если вам появится желание. А если ребенок, если желание появится позже, ну, позже, ничего страшного. Можно там всегда установить или что-то еще. Это лучше, чем если вы будете это делать сейчас через силу. Вот. Подврегать ребенка, а риску того, что он родиться не будет нужен, ни вам, ни отцу. Вот. Я не думаю, что это хорошая позиция. Вот. Доставлять себя рожать, когда вы не хотите, тоже не люблю, что хорошая позиция. Перекладывать ответственность на отца, ну, на вашего мужа, простите, да. То, что он никогда не говорит, что хочет ребенка. Вот. Ну, это тоже, на мой взгляд, тоже достаточно такая детская позиция. Потому что, почему я должен, я почему должен говорить? Вот. То есть, ну, почему я должен говорить, что нужно счета ребенка. Вот. То есть, такое впечатление, да, что вам нужна, о, о, поддержка какая-то. Вот. То есть, я не думаю, что это вот, ну, что это тот путь, который, ну, который правен. Вот, я не думаю, что именно в этом, двигаясь в этом пути, по направлению к этому пути, вы сможете захотеть действительно допернуть. У вас есть тревожность, да, у вас есть какая-то тревожность, очевидно, у вас есть какой-то страх, очевидно, то есть это да, это есть. У нас есть раздражение перед, собственно, ну, перед. Зачем? Есть вот у вас такое раздражение, но с этим, как бы, к ребенку это не относится. То есть, может быть, это связано с ребенком, а может быть и нет. Вы этого не знаете и знать, в общем, не можете, не можете, что нормально, на мой взгляд. Вот, поэтому я бы не ставил в качестве целей ваших именно рождение ребенка. Я бы ставил в качестве целей, например, определить сперва, ну, допустим, почему вы испытываете раздражение, когда видите, ну, когда слышите плач ребенка, чем это раздражает вас. Вот, я бы для начала вот, вот на это обратил бы внимание вас. А дальше уже, там, соответственно, ну, потом уже можно было бы о чем-то и другом подумать. Я бы обратил внимание на ваши отношения с мужем, насколько они качественные, да, насколько вам нехорошо, насколько вы комфортно себя чувствуете в них, там, и так далее. Я бы на это обратил внимание. Вот. То есть, вот это то, что, на мой взгляд, можно и нужно обратить внимание. Я бы обратил внимание на то, насколько вы, например, уверены в себе, насколько вас, к примеру, волнует или не волнует, а мнение других людей. Если волнует, то, соответственно, почему, если волнует, то, соответственно, насколько сильно, вот, и так далее. То есть, я бы вот на вашем месте на это бы обратил, обратил в первую очередь внимание. Вот. Может быть, обратил бы внимание на то, как я взаимодействую с своим мужем, насколько у меня искренние и доверительные отношения с ним, нет ли у меня с ним проблем. Вот. Ну, именно с мужем. Вот. То есть, я думаю, что вот, я думаю, что вот на эти все моменты, стоило бы обратить внимание вам. Вот. Вот. А ребенок это уже, на самом деле, как следствие. То есть, ребенок это уже, на самом деле, как следствие, своего рода производная. 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 Это производная от... от вот этих вещей. И мешать их в кучу все, мне кажется, не стоит. Вот. Знаете, как если они не готовы, то не готовы. Вот. Вот так. О том, что вы можете, к примеру, быть неуверенным в себе, да, свидетельствует, косвенно свидетельствует то, что вы спрашиваете как бы нашего мнения. То есть, вы говорите, может быть родить и позволит там гормонам играть, ну, позволит гормонам сыграть свою роль. Вот. На мой взгляд, это как бы крайне неуверенная позиция, там все-таки вам решать, это ваша жизнь. Вот. И мне кажется, что, ну, перекладывать ответственность с нас, с нас на, значит, с вас на нас, это не совсем правильно будет. Вот. Вот, в принципе, так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Рекомендовать что-либо и советовать, что-либо не имеет смысла, потому что вы индивидуально, то, что с вами происходит, это как бы индивидуально у вас, своя индивидуальная история. И мне кажется, что было бы нечестно, несправедливо и обесценивающе по отношению к вам давать какие-то советы, которые вам, может быть, не подойдут, не подойдут. Вот. Мне кажется, что тут вот так, такая история будет правильной. Вот. Главное, главное, чтобы вы не перекладывали ответственность, вот, в себя на мужа. То есть, главное, чтобы вы не ждали от мужа какой-то поддержки и помощи в этом вопросе, потому что это, ну, это несправедливо по отношению к нему, по отношению к мужу это несправедливо. Вот. То есть, вот главное, чтобы вы не перекладывали ответственность, потому что я уже чувствую определенную обиду, типа, что вот, он мне там не помогает, никакой поддержки там от него нет и прочее, 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 вот этого чтобы не было. Главное, да, то есть, если вы не верны сами, то лучше признаться откровенно, открыто в том, что, ну, я в этом, как бы, не уверен и все. Вот. То есть, по крайней мере, это будет, ну, честно, это будет откровенно, это будет справедливо, это будет адекватно. Ну, вот. А так, когда, ну, когда муж тоже что-то должен, ну, ну, не кажется это чем-то, знаете, таким, корректным, да, чем-то правильным, чем-то таким, что сделает ваши отношения более адекватными и более искренними. Вот. Значит, эээ, вот вы пишите, что меня очень приводит, то есть, нет именно желания родить ребенка. Эээ, почему у вас должно быть желание родить ребенка? Ну, вот серьезно, почему у вас должно быть это желание родить ребенка? Почему? То есть, вы же, вы же считаете, что оно должно быть, вы же, вы же считаете, что, эээ, что вы обязаны родить ребенку? Я так полагаю. Так, вот у меня к вам и вопрос, языка. Почему? Почему считаете, что об этом? Не обидно, что нужно об этом. Вы считаете, что планируем, эээ, муж, эээ, беременна. Вот. Я думаю, что, может быть, вы с мужем беременности планируете, но вы сами понимаете, что планирование не всегда дает результат. Вот. Вот. И, соответственно, в данном случае, когда у вас нет, допустим, своей квартиры, да, 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 вы снимаете квартиру. Вот. В данном случае, мне кажется, что планирование ребенка – это, в первую очередь, возможность его родить. Вот такую возможность, очевидно, очевидно, что нет. Ну, пока что, пока что, пока что нет. Вот. Вот. Соответственно, на это, наверное, и нужно вам сейчас обратить свое самое пристальное внимание. Вот. Мне, думаю, это так. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.